Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 30 августа, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. «Если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, так же и всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есим то, что есим. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла к Коринфинам. Например, на будних днях мы читаем часть второго послания, а по воскресным дням мы прочитываем какие-то отрывки, повторяющиеся или до этого нами не прочитанные, из первого послания. И я хочу, чтобы вы понимали и проследили механику чтений посланий. Когда мы читали послание, первое послание к Коринфинам, а мы уже с вами его прочитали, но не полностью, мы на буднях читали первое послание к Коринфинам, а в воскресные дни повторяли послания к римлянам, которые читали до этого. Сейчас же мы на будних днях читаем второе послание святого апостола Павла к Коринфинам, а по воскресным дням повторяем, либо прочитываем то, что не было прочитано, из первого послания святого апостола Павла к Коринфинам. Таким образом, мы как бы дублируем смыслы и усваиваем, да это услышанное нами в храме, прочитанное нами в дома, в келейной молитве. И это такая педагогика, которая незаметно, часто в рутине, мы не обращаем внимания, не следим за этим, но вот вам для размышления и для понимания вообще, как работает церковная педагогика, как работает в жизни церкви вот это вот слышание Слова Божия, чтобы вы немножечко для себя схематизировали и структурировали этот процесс. Потому что, когда есть некая структура, тогда легче воспринимать и систематизировать услышанное. Итак, сегодня мы читаем воскресный день, читаем 15 главу, первые 11 стихов, 15 главы послания апостола Павла к Коринфинам. И здесь апостол Павел говорит о том благовестии, который он принес, и поднимает очень глубокие темы, и мы видим здесь саму личность апостола Павла. Не то учение, не то откровение, которое он транслирует, которое он проповедует, а именно видим его внутренние отношения, его внутреннее покаяние. Несмотря на то, что он апостол, он не успокоился. Он все равно понимает, что он был великим грешником из, скажем так, всех тех апостолов, которые были со Христом. Если апостол Петр смолодушничал, то апостол Павел пошел дальше. Он был ярым противником, как он называет себя, извергом церкви. Пытался ее извергнуть из этого мира, уничтожить, но изменился, и поэтому он называет себя последним из апостолов. Но давайте будем смотреть внимательно текст. Напоминаю вам, братья, пишет апостол Павел в 1 стихе 15 главы, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Итак, здесь апостол Павел говорит о краеугольном фундаменте нашего спасения. Это вера в Евангелие. Но вера не просто в некую букву, записанную в тексте Библии, а вера именно в то метафизическое, мистическое, то сакральное Евангелие, которое принес Спаситель, и которое мы, с которым мы сталкиваемся, читая Слово Божие, и не только Слово Божие, но и весь опыт Церкви, молитва Церкви, все в Церкви пронизано этим смыслом, смыслом Христового Евангелия. И суть его в том, что веруйте в Меня, ибо через Меня идет спасение. Через именно Иисуса Христа. Это слова Господа, я сейчас процитировал. Именно через Господа мы спасаемся. Поэтому вера в Иисуса Христа является краеугольным камнем нашего спасения. И апостол Павел говорит о принятии Слова Божия и утверждения в нем. Как раз таки весь опыт Церкви, вся ее аскетическая практика сегодня, это как раз таки опыт утверждения в той истине, в той вере, которую каждый из вас когда-то поверил, который погрузил свое сердце в Слово Божие о Христе. Далее он пишет, что ибо я, вернее говорит, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию. Итак, апостол Павел говорит о том, что он принял. Мы говорим здесь о неком предании, предании, берущем свое начало от самого Господа. И в этом смысле очень гармонично и очень логично и правильно звучит учение Церкви о предании, что все у нас не только через Писание, но и через ту часть церковного опыта, что мы называем преданием. И апостол Павел говорит о том, что он принял, он проповедовал первоначально то, что сам принял. И это предание, оно не противоречит Писанию. То есть предание гармонично сочетается с Писанием. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Киф, и потом Девенадцати. И здесь говорится дальше о том опыте, о том невероятном опыте явления воскресшего Спасителя многим людям по отдельности или группами. И апостол Павел в десятом стихе, вот я говорил вначале о явлении нам личности Спасителя, вернее, личности апостола Павла. И он очень искренне прочувствует эти слова. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». И он понимает, что все то, что он делает, все те подвиги, все эти скорби и те успехи, которые он демонстрирует своей проповедью, это не его заслуга. Он говорит об этом, но благодатью Божией есть им то, что есть им. Апостол Павел говорит о том, что не я сам достиг вот этого всего, а я открыл свое сердце благодати Божией ей, и именно она во мне действует. Хотя он не отрицает того момента, что должна быть свободная воля принятия Спасителя, принятия благодати Божией. Насильно благодать действовать не будет никогда. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Здесь говорится о том, что неважно, кто я, говорит апостол Павел, другие, мы вместе все, но мы все проповедовали, и вы так уверовали. То есть в совокупности апостольская проповедь и вера как коринфян, так и других общин, она, скажем так, в главном идентична. Она может разниться в каких-то традициях и правилах, но в главном она идентична в том, что говорится как раз-таки с 3 по 8 стих, о том, что Христос умер, пострадал, воскрес и являлся братьям. Итак, дорогие братья и сестры, дай Бог, чтобы и наша вера не была тщетной, чтобы мы с таким же смирением подходили к тем делам, которые мы делаем во имя Божие, и с той же надеждой уповали на Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. Молитесь и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, при и выше небес.